Илья, очень рада вас видеть. Думаю, наша сегодняшняя программа, разговор будет не только интересный, но вообще еще и очень полезный. Итак, вы основатель вместе с своим партнером такой компании, как Callback Hunter. Давайте начнем вообще с самого начала, как это переводится. Callback Hunter с английского языка — это охотник за обратными звонками. Это технология, виджет, который может быть встроен в любой сайт, и сразу после установки он может дать в несколько раз больше входящих обращений по телефону для любого нашего клиента. Сервис мы создали совместно с Русланом в 2014 году. И вот за эти два с половиной года, по сути, это стал новый стандарт связи в Рунете. И люди уже стали спрашивать, а есть ли у тебя Callback Hunter? Хотя не всегда уже стоит именно Callback Hunter на сайте, потому что сервисов стало аналогичных внешне очень много. Однако мы по факту как стандарт стали. Как вообще пришла идея создания такого бизнеса? Мы с Русланом долгое время занимались разработкой лендингов. Лендинги — это одностраничные сайты в интернете. И так как мы довольно глубоко в этом варились, то мы работали с конверсией профессионально. И нам было интересно знать, какие дополнительные инструменты могут дать больше результата с лендинга и с сайта в принципе. И на этой волне мы разрабатывали целый ряд онлайн-сервисов. Callback Hunter был одним из этих сервисов. И мы увидели рост, увидели, что именно он дал рост и стали вкладывать в него все силы, сфокусировали все именно на сервисе Callback Hunter. Тогда расскажите, как вообще это работает? Работает очень легко. Мы начали с того, что сделали сервис как технологию. Она может быть встроена в любой сайт и анализирует в реальном времени всех, кто на этом сайте находится. И как только человек решает выйти с этого сайта, она даст ему возможность сконтактироваться с менеджером этого сайта всего за 26 секунд. Благодаря встроенной технологии IP-телефонии и анализу действий человека на сайте. А вы вообще подходите для любого бизнеса? Ну, фактически да. То есть любой бизнес, если он все-таки решил делать сайт в интернете, значит у него есть определенная цель. Он хотел бы иметь с этого сайта больше клиентов. И Callback Hunter, это сервис, он ему даст в любом случае больше, чем у него было раньше. Сколько было денег вложено вот на первоначальном этапе? У нас была такая логика с Русланом, что мы не хотели сразу вкладывать много в сервис, как часто делают. Это типичная ошибка начинающих бизнесменов. Мы скорее отталкивались от мысли, что нужно сделать некую самую базовую, самую начальную модель сервиса, заработать с нее денег, то есть то, чтобы рынок дал нам сам деньги на дальнейшее развитие этого сервиса. И если это так, значит мы находимся в верном месте, верное время. То есть я за то, чтобы не вкладывать вначале много денег, а смотреть рынок. И если это то, что надо, значит рынок сам даст эти деньги вперед. Вот вы стартовали, сколько было вообще человек в команде? Мы стартовали, нас было в районе 10 или 9 человек. Очень быстро был взрывной рост. Мы в мае стартовали, уже в сентябре-октябре нас было 80, потом еще 100 уже было. Но сейчас мы как бы несколько высушились, уменьшились, потому что скорее оптимизировались внутри, потому что очень многие операции можно делать без лишних людей. Как вы принимаете людей? В начале, когда мы только начинали, когда был рост, менеджеры сами искали нас. То есть когда был именно вот этот этап сильного взрывного роста, когда мы с нуля стартанули, просто люди сами шли. То есть это настолько вот прогремело, да, Callback Hunter, что вау, вот это что-то такое новшество какое-то на рынке. Да, вот как раз это было лето 2014 года, и тогда был бум. Это была мода, был новый тренд рыночный, и все, ну не все, но многие основные игроки уже о нас знали, и как-то на рынке был шум на вот этот счет. То есть такой хайп. Мы много выступали, много ездили, много рассказывали, и в то же время это было новое. Сейчас уже это стало стандартом, а тогда это была такая мода. Все себе ставили телефончики Callback Hunter, и всем было интересно узнать, а что это такое, и выходили на нас. Есть какая-то система обучения менеджеров? Да, есть система обучения. У нас есть даже на старте тест такой, что если это сейл-менеджер, то ему нужно здесь и сейчас заработать денег. Вообще мотивация в компании, в отличие от многих, там строится в основном от результата, то есть начиная от юристов и заканчивая сейл-менеджерами. То есть сделал что-то, результат есть, сделал, значит, ты денег. Если нет, значит нет. То есть у нас такая философия, и, так скажем, мы и начали с этого, и до сих пор это так. А, то есть люди не сидят, скажем так, на фиксированной зарплате, они именно зарабатывают. Да, ну у некоторых должностей фикса есть, но она обычно небольшая. Илья, как выживаете, собственно говоря, наверное, появились уже конкуренты. Да, вот этот хайп, он как раз вызвал то, что внешне достаточно легко выглядел наш сервис, и достаточно легко было внешне сделать аналог. И многие это начали делать. Вот этот вот хайп, тот, что стоял около Callback Hunter'а вот в первый год, он и вызвал эту волну копий внешних. И сейчас их уже стало меньше. Конкуренты думали, что очень легко можно скопировать, и точно так же начать работать, зарабатывать. Ну да, 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 это очень легкий бизнес, и есть это бизнес молодость, такое направление, да, целое. Там достаточно много рассказывали о нас, там в свое время выступал Руслан, и как раз много молодых людей оттуда именно стали стартовать бизнес, как Callback Hunter сделать, как боремся. Нам, наверное, везет, что мы всегда шли впереди. У нас все время была некая следующая стратегическая цель, что нам делать. И обычно те, кто делали копии, они именно шли вслед за нами. В то же время самое главное здесь это не терять некую стратегичность, все время ставить себе следующую цель, следить за тем, что сейчас на рынке в тренде, что есть интересного в плане виджетов. Вот, например, сейчас уже в тренде это то, что люди начинают испытывать нужду в том, чтобы общаться с компаниями через соцсети, через мессенджеры, WhatsApp, Telegram и так далее. Наша текущая версия виджета дает возможность не только заказывать обратные звонки, но и общаться с компаниями через соцсети, через мессенджеры, что существенно расширяет рынок. Через шесть месяцев или через, может быть, девять. Так же, как сейчас мы видим на всех сайтах телефончики, будут на всех сайтах виджеты, где можно будет общаться с компаниями по WhatsApp, по Viber, по Telegram, так как сейчас это модно, это в тренде. Илья, ну смотрите, сейчас нас смотрят молодые люди, у которых, может быть, есть бизнес, которые хотят просто поменять бизнес, которые молодые люди просто хотят начать свой бизнес. Вот что им посоветуете вообще, вот с чего начать и что все-таки сейчас в тренде, чтобы им не ошибиться? Лучше начинать бизнес там, где зажигается что-то, то есть когда есть какое-то внутреннее желание, так скажем, изначально развиваться именно здесь. Если это, например, айтишная сфера, то значит это айтишная, если это там спорт, значит спорт. Если еще какое-то направление зажигает человека, то лучше именно стартовать там, потому что все-таки это свое дело, это свой бизнес, в отличие от найма, где ты особо не выбираешь, а просто ищешь лучшее место, то здесь ты можешь выбрать то, чем заниматься. И в бизнесе очень важно, чтобы эта тема зажигала сильно, чтобы это было то, что тебе нравится, чтобы у тебя были силы вставать туда, идти, делать что-то, развивать. А потом уже стараться разобраться в трендах, а куда оно все движется. В ближайшие, я не знаю, три года, что будет в тренде? Вот можете назвать какие-то вот прям области? Я думаю, что будет однозначно в тренде автоматизация, то есть будут в тренде сервисы, которые так или иначе заменяют работу людей. Если говорить о сайтах, то сейчас в тренде уже боты, но они еще пока на начальном таком зачаточном этапе. И сейчас уже даже есть кейсы, когда боты общаются не наравне, конечно, с человеком, но не сразу можно даже выяснить, а кто это. Другие средства автоматизации, те, которые максимально сокращают рутину всякого рода. Системы CRM, в которых можно вести сделки и клиентов, строить автоматические отчеты. Системы электронного документа оборота. Фактически мы не меняемся документами в бумажном виде с компанией, кто пользуется callback hunter. Например, вот я понимаю, что я хочу сейчас что-то открыть. Сколько времени требуется, сколько времени нужно тестировать, когда пойдет какая-то отдача, на ваш взгляд? Надо брать и обзванивать. И если сделки есть, если люди готовы оплачивать что-то, даже пусть это не, так скажем, отшлифовано, значит, это что-то нужное. Свободное время на что тратите? Свободное время? Ну, не так много. Я стараюсь просто на выходных отдыхать. А спорт смотрите? Сами занимаетесь вообще спортом? Ну, я сам занимаюсь в спортзале по мере возможности. Смотрю футбол, бокс. Какие, скажем так, планы конкретно на 2017 год? Мы хотим за этот год встать на в 4 раза большее число сайтов, чем стоим мы сейчас. Это абсолютно реальная цель. То есть, если сейчас у нас в районе 24 тысяч сайтов, пользующихся, то мы хотим сделать цифру 100. Цифра 100 — это наша цель. Ну что, здорово. Я желаю вам успехов. Спасибо за интересный разговор. Спасибо, Екатерина.